Привет, друзья! Если тебе нравится Рошель в костюме Леди Баг, обязательно напиши об этом в комментариях. На канале уже есть целая серия мастер-классов на тему Леди Баг. Заходи в плейлист или в описании под этим видео. Сегодня мы сошьем костюм Леди Баг новым способом. Вы узнаете новый способ, как сделать маску, а также некоторые лайфхаки в шитье. Материалы. Красная ткань. У меня детская кофта, купленная фикс прайс. Выкройка. Ее вы найдете в описании под этим видео. Нитки с иглой, липучка, клей титан, клей ПВА, акриловые краски черная и красная, тонкая швейная резинка, упаковочный пластик, ножницы маникюрные и обычные, ватные палочки, полубусины, вощеный шнур, плотная ткань. Первая часть. Комбинезон. С изнаночной стороны прикладываю выкройку комбинезона. Вы ее можете найти по ссылке в описании под видео. Она универсальна и подходит для многих кукол. Переворачиваю выкройку и обвожу вторую половину. Мы получаем перед комбинезона. Вырезаю, оставляя полсантиметра на припуске. Можете не стараться и вырезать неаккуратно, так как швы будут еще раз обрабатываться. Небольшой лайфхак. Как быстро вырезать вторую половину комбинезона. О нем я уже говорила в видео костюм Бальпины. Прикладываю на ткань переднюю часть комбинезона и скалываю булавками, чтобы ткань не разъезжалась. Ножницами вырезаю одну ножку и рукав. По спинке оставляю ткань для застежки. Вот что у меня получилось. Теперь сшиваю рукав сверху от горловины, рукав снизу, бок и одну ножку до ширинки. Таким образом мы очень быстро сшили две части комбинезона. И нам не пришлось вновь обводить и вырезать по выкройке. Старайтесь чаще применять вашу работу куколки-модели. Тогда вы сразу будете замечать ваши недочеты и если они есть, исправляют. Комбинезон получается широковатым, так как выкройка универсальная. Но в дальнейшем мы его немного сузим. Тем временем я пришила вторую заднюю часть комбинезона. И теперь могу срезать лишнюю ткань около швов. Лишняя ткань срезана. Лишней тронутой осталась спинка, куда мы будем пришивать застежку. Примеряю комбинезон. В нем Рошель сейчас больше похожа на Кигуруми, чем на Леди Баг. Но сейчас я немного его ушью по талии и ножкам. Я сузила комбинезон. А теперь отрезаю лишнюю ткань и обрезаю рукава. Лайфхак. Для обработки швов, чтобы они не махрились и не сыпались, я использую клей ПВА. Рукава я не подкибала, а просто срезала. Но за счет обработки клеем ПВА они не будут сыпаться. Все швы я также обрабатываю клеем и оставляю высыхать. В рукава я вставила карандаши, чтобы они не склеивались. Выворачиваю комбинезон на лицо с помощью тонкой палочки. Я использую кисточку. Думаю, что теперь Рошель больше стала похожа на Леди Баг. Обрабатываю горловину, загнув ткань вовнутрь. А также сразу срезаю лишнюю ткань по спинке. Здесь мы будем пришивать липучку. Подгибаю ткань и скалываю ее булавками. Моделирую спинку так, чтобы была возможность пришить липучку. И одна сторона шла внахлёст на другую. И вот я пришила липучку, а также обработала горловину. Теперь с помощью ниток вручную подшиваю ткань на попке. Комбинезон готов и мы приступаем к маске. Вторая часть маска. Эта маска взята от платья Леди Баг. Как я ее сделала, вы сможете посмотреть вот в этом видео или же по ссылке в описании. Также мы делали маску Леди Баг, обшивая картон тканью. Как ее сделать, сможете посмотреть вот в этом видео. Ну и для полного комплекта, посмотрите, как сделать сережки Леди Баг. Сегодня я покажу третий способ, как сделать маску. Для начала вырежу шаблон маски на бумаге. Теперь мне пригодится упаковочный пластик. Вырезаю небольшой кусочек. Капаю на пластик клей Титан и тщательно размазываю его по поверхности. Жду около 30 секунд, чтобы клей немного подсох и накладываю ткань на пластик. С обратной стороны на пластике фломастером обвожу шаблон маски. И после того, как клей полностью высохнет, с помощью маникюрных ножниц вырезаю маску. Примеряю маску и срезаю лишнее. Чтобы ткань не сыплась, обрабатываю края клеем-карандашом и оставляю высыхать. При таком способе маска получается жесткой и хорошо сидит на кукле. Третья часть – окрашивание. Нам пригодятся акриловые краски. С помощью тонкой кисточки и черного акрила вставлю точки на маске. Беру тонкую швейную резинку и окрашиваю ее в красный цвет. Пока резинка сохнет, поставлю точки на комбинезоне. Чтобы правильно расставить черные точки на костюме, рекомендую одновременно смотреть на фото Леди Баг. Точки расставляю ватной палочкой и там, где не удалось промазать, подправляю тонкой кистью. Не бойтесь, что под костюмом ваша куколка испачкается краской. После высыхания снимите костюм и протрите тело куколки ватным диском с моченым водой. Пятна на теле легко смоются. Тем временем краска на резинке высохла. И мы продолжаем. Маникюрными ножницами делаем отверстие в маске и вставляем резинку. На конце завязываем узелок и отрезаем лишнее. Маска готова. И весь образ собран. Четвертая часть. Йо-йо. Напомню, как сделать Йо-йо Леди Баг. Для этого я взяла две полубусины, окрасила каждую в красный цвет. Черным акрилом расставила точки. После высыхания закрепляю бесцветным лаком для ногтей. К половинкам на супер клей приклеиваю кусочки плотной ткани. В середину приклеиваю черный шнурок. Вот и все. Готово. По-моему, Рошель очень идет образ супергероини. Если тебе понравился мастер-класс и был для тебя полезен, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я очень рада, что вы поддерживаете меня в комментариях. Это еще больше стимулирует на создание все новых и новых мастер-классов. Для новеньких хочу сказать, что у нас есть группа ВКонтакте, где ты сможешь найти друзей и поделиться своими работами. За эти дни королями лайков ВКонтакте стали Лена Коваленко с фотосессией своих кукол, Диана Галеева с необычной фотографией монстряшек, Александра Фокс с удивительной фотосессией. А вот теперь пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»